Всем привет дорогие друзья! 23 тур чемпионата Украины закончен и сегодня будем подводить итоги. Конечно, этот тур для Динамо очень важный был, потому что в этом туре они оформили чемпионство с Ингульцом, заслуженное конечно чемпионство. Александрия сенсационно обыгрывает Шахтер, тоже заслуженно. Александрия заработала 3 очка против Шахтера. Колос, несмотря на скандалы, выигрывает Туворскл без шансов 3-0, а Дисна продолжает проигрывать. Конечно, это самые важные наверное матчи в этого тура. Мы вкратце попытаемся поговорить обо всех матчах 23 тура, которые были сыграны. Поэтому перед началом, ребята, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также пишите свои комментарии насчет матча Динамо, допустим, и если есть фанаты Динамо, то пишите, как вам чемпионство, как вам первый год Луческу, вуруля Динамо Киев. Ну и пишите, фанаты Шахтера или даже все, что делать в Шахте вообще, ставить Дезерби, ставить Сырну или искать другого тренера или же оставить карту. Пишите, какие у вас есть варианты. Ну а мы поехали рассматривать 23 тур чемпионата Украины. Ну и начнем с первого матча. Мариуполь-Рух, который был еще сыгран в пятницу. Рух, опять же, я думаю, неожиданно обыграл Мариуполь 3-0. По счету, я считаю, да, если смотреть вообще про склады, где находились команды перед 23 туром. И вообще этот тур получился таким, что практически во всех матчах были разгромные счета. Я имею ввиду, что был явный фаворит. И даже если он был заведомо, а не фаворитом до начала матча, но было явное преимущество у одной команды и явный спад, явная плохая игра у другой команды. Действительно, однобокий тур получился, 23-й. И Мариуполь-Рух это показывает, но у Мариуполя-Рух хоть есть здесь оправдание, я имею ввиду Мариуполь. Если смотреть составы, ребят, то я бы ничего здесь не отмечал, потому что практически ничего не поменялось за прошлые туры, да, в составе Мариуполя. Все те же ребята играют. Единственный момент, что сегодня не было чистого нападающего, можно сказать, у Мариуполя не было кулакова. Стояли сегодня Ачарядька и Бондаренко, они менялись местами. То у Бондаренко, то Ачарядька играли на острые атаки. Первый там был полностью скучным, я не знаю, как это можно было бы смотреть. Статистика равная, даже по ударам 3-3, створ 1-1, то есть владение практически 50 на 50. Смотрел первый там, вообще хотелось спать, если честно. Поэтому, ну, не о чем говорить. Особо моментов в первом тайме не было. Я считаю, что нечего добавить. Все самое интересное началось во втором тайме, но не сразу. Конечно же, второй тайм начинался, была сразу замена. Кирюханца вышел вместо Маличенко, Мариуполь делали свои перестановки на поле. Но, в общем, картина не менялась. Ничего не менялась, если сравнивать с первым таймом. Все та же скучная игра, без явных голевых моментов со стороны Руха и Мариуполя. У Руха вышел, значит, вместо Кондракова Борячук, который седьмой раз уже выходит подряд, наверное, в составе Руха и не забивает. До этого матча не забивал, да? Ну и матч начался на 65 минуте. Можно было бы включать этот матч только на 65 и смотреть до конца, наверное, потому что голы потом посыпались после красной карточки и пенальти, который заработал Чеботенко для Руха. Чеботенко получил красную карточку. Это был фол последней надежды, когда он сбивал Борячука, который вышел вот недавно на замену и заработал для своей команды пенальти. Уже результативное действие, уже хорошо. Клымчук реализовал эту пеночку 1-0. Ну и вот вам, вот вам и в таких матчах реально решают мелочи и вот такие вот моменты, где красные, какой-то пенальти и тому подобное. Здесь не в пользу Мариуполя, красная карточка, конечно же, и, понятно, потенциал потерялся, Чеботенко это основная центральная защита к Мариуполю. Его удалили и, конечно, в меньшинстве уже Мариуполю было тяжело. До конца матча Рух просто разобрал Мариуполь на части, да и все, в принципе. Борячук, кстати, забил. Наконец-то довольно прикольный гол с прострела Притула, который вышел тоже на замену. Видите, как замены работают-то? Работают же все-таки замены. И Борячук, и Притула поучаствовали в голах. Плюс потом вышел Рунич и он тоже забил. То есть реально тренерское решение от Федека. Он усиливает игру. И эти футболисты забивают. То есть Борячук вышел, он заработал пенальти. Борячук забил еще и гол потом после передачи Притула, который вышел. Третий гол забивал Рунич, который тоже вышел на замену вместо Бойчука на фланг. Поэтому закономерная победа Руха, если смотреть, как развивался матч. Да, матч 60 минут длился вот так вот. Равный был матч. Потом же Рух пошел вперед. Потому что... Красная. Потому что Руху больше нужно было и по таблице. Они были на дне таблицы. Им нужно было 3 очка зарабатывать. И сейчас они уже выходят из зоны вылета. А Мариуполь и так пофиг. У них 22 очка. Я не думаю, что они за 3 тура растеряют то, что у них есть. Мне кажется, они где-то одну победу добудут. И все будет у них нормально. В принципе, это команда, которая может где-то достигнуть хорошего результата. Поэтому об этом матче многое сказать очень сложно. Здесь все-таки нужно было смотреть концовочку. И она удалась. И в принципе, было очень интересно. Поэтому Рух с победой. Мариуполь. Ну, Мариуполь как Мариуполь. Свои задачи он выполняет. Остается в чемпионате Украины на данный момент. И окей. Следующий матч по счету одинаковый. 3-0 пользу Днепра. Принимали они Мэнай на своем поле. И Мэнай без шанса проиграл Днепр 1. Я думаю, вы здесь со мной согласитесь. Потому что, ну, реально по игре, по уровню футбола вообще две разные команды. Если смотреть Мариуполь и Рух 3-0 и Днепр 1 Мэнай 3-0, то это совсем разные 3-0, ребята. Потому что Мариуполь 60 минут играли на равных. А Мэнай все 90 играл очень плохо. Поэтому давайте начнем с состава. Что же все-таки интересно. У Мэнай вышел Милевский в основном составе на 3 атаки. С Нуреевым они там были. Менялись. Конечно, Милевский ничего не показал в этом матче. Вообще даже желто не получил. Вот. Ничем не отметился. Ах, Мэдзаде играл. Бойко. Качук в центре поля играл. Центре полу защиты. Ну и, в принципе, здесь нечего добавить. У Мэнай, у Днепр 1 Долбек наконец-то в основе. Булеца в основном составе, который сегодня забил. Чужая, как всегда, в основе. Дифранко, опять же, второй матч уже подряд тоже в основном составе играет. Вот. Батага в Когут в центре поля. Поэтому здесь, в общем, тоже ничего не меняется. Но добавились вот те игроки, которые должны играть. Это Булеца, Долбек. Это тоже основные футболисты. Основные ребята у Днепр 1. И начался матч довольно активно. Начался матч, конечно, в пользу Днепр 1. Они сразу же начали нагнетать. Чтобы вы понимали, за первый тайм 0 ударов. И, в принципе, эта статистика особо не поменялась за весь матч. За весь матч у Мэнайа 0 ударов, ребят. О чем мы говорим вообще здесь, в этом матче? Здесь полная доминация Днепр 1. 0 ударов у команды. 0 ударов у команды. Ну, какие есть вопросы, ребят? То, что я говорил в 14-м туре. Кто главный фаворит на вылет? Это Мэнай. И он им остается. По сей день, конечно же, начало было хорошее. Там еще нужно вспомнить, что Долбек пенальти не забил, блин. Вот такой вот хороший момент был у него. Поэтому, ну, это не повлияло. На исход данной встречи Долбек потом забил свой гол все-таки. Он был красивее, чем с пенальти. С передачей Чужа, которая сегодня голевую плюс, гол плюс пас делает. Буквально через 4 минуты штрафного удара ложат в девяточку Булеца. И с пенальти на 44-й забивает Чужа. Все, матч закрыт, ребят. Матч полностью закрыт. Здесь, как бы, вообще без шансов. Второй тайм уже команды доигрывали. Да, Днепр 1 создавал, конечно же, в большей степени, конечно, у них еще были моменты. За первый тайм у них, если сравнить, было в створ 4 удара, вообще 7. А во втором тайме уже поменьше. 6 ударов, но 4 в створ все равно. То есть, они держали планку, они пытались идти вперед и еще добивать Менай. И у них были хорошие шансы делать и 4, и 5-0. Там все понятно, да. Но стоит отметить, что, если честно, Менай, ну, вообще, как бы, очень нестабильна. Потому что они выиграли свой матч у Дисны. Они уничтожили, можно сказать, Дисну, если смотреть на результат. Действительно, очень важный был для них матч. Они заработали там 3 очка, окей. Но вот здесь выходит и бесхарактерно проигрывает Днепр 1. И вот с таким большим перевесом по игре, по всему, это, конечно же, жесть. Полнейшая. И Менай еще раз доказывает, что, ну, действительно, это команда первой лиги, как и многие, мне кажется. Как и Ингулец, допустим, мы к нему еще дойдем. Но у Руха я хоть вижу еще какое-то, видите, противостояние. У них есть хоть какое-то будущее, какая-то скамеечка. Но вот Ингулец и Менай пока что мне не особо нравятся. Тем более в этом матче Менай это доказал. Про атакующий потенциал Менай вообще нет смысла говорить, потому что его не было в этом матче. Здесь была только одна команда Днепр 1, которые спокойно в первом тайме решили вопрос и все. Как бы они могли там и 4, и 5 в первом выиграть и закончить уже матч. Но пенальти не забил Долбек и окей, он забил с игры, поэтому 3-0 с победой Днепр 1. Здесь, опять же, очень однобокий результат, однобокий матч. Это, наверное, самый, знаете, вот Менай сыграл прошлый тур. Это был лучший матч тура, то это, наверное, худший матч тура, потому что 0 ударов у команды за весь матч. Это позор. Следующий матч, ребята, это опять 3-0. Это Колос Ворскла. И здесь, опять же, как шатает Ворскла, ребят, как же они нестабильно играют. Если брать Колос, ребят, то давайте посмотрим их результаты. У них 7 матчей подряд без поражений. Последний раз они програли Динамо Киеву. 7 туров подряд они без поражений. Вот это результат у Колоса. Сейчас действительно они выходят на очень высокую планку сейчас в таблице. И по факту они сблизились по максимуму своим прямым конкурентам. Это Ворскла, которая сегодня, ну, очень ужасный матч сыграла. Я не знаю, ребят, что с командами, что с Десной случилось, что с Ворскла случилось. Где? Где футбол? Где матч? Где Шахтер вообще? То есть действительно очень много команд сейчас проседают. И мы видим, что те команды, которые внизу таблицы, они очень сильно кусают. Ну, некоторые, некоторые, я не говорю Мэн Ай. Мэн Ай вообще никого покусать, кроме Десны, пока не может в этом сезоне. Поэтому, если брать первый тайм, в принципе, доминация, я не скажу, что полная была у Колоса, да. Уже она намечалась. В принципе, по ударам она намечалась. Всего 2 удара было вообще за первый тайм у Колоса. 0 ударов у Ворскла за первый тайм, ребят. 0 ударов у команды. То есть Ворскла, они вроде бы владели, они пытались. То есть владение мячом 50 на 50. Равная игра. Где я имею в виду по влиянию на этот матч. Но Колос, да, пробивал по ротам, но это не были существенные моменты. Стоит отметить, что у Колоса отсутствовал, значит, Золотов, отсутствовал Лысенко. Это те игроки, которые, ну, там, участвовали в том эпизоде в поезде, да, где случился инцидент неприятный. И Кастышин после матча сказал, что он оштрафовал этих ребят. Но он наихал на журналиста Сэнкива из статута Кэ и, конечно же, очень сильно его, скажем так, порвал на пресс-конференции. Словесно вы можете посмотреть эту пресс-конференцию Кастышина. И, конечно же, наверное, к Кастышину будут применяться какие-то дисциплинарные санкции. Комитет этики и честной игры будет рассматривать, я думаю, этот эпизод, который случился. Понятно, что, возможно, у Кастышина есть большие претензии к Сэнкиву, но все равно так высказываться главный тренер в общем, в общей мере не может. Он, я думаю, лучше бы он позвонил напрямую Сэнкиву и сказал ему это в лицо. Это было бы, мне кажется, лучше, чем говорить это на пресс-конференции. Тем более, если бы он сказал ему по телефону, без пресс-конференции, никаких бы дисквалификаций ему сейчас бы не светило. А так, ну, будет проверяться эпизод. Но давайте по игре больше. Если взять состав сегодня Колоса, то кто играл в атаке, если не было Лысенко, не было Золотова сегодня тоже в основном составе. Кучерук был сегодня в воротах. Петров, Новак, Черноморец, Кравченко, Чурко, который сегодня в пенальти не забил. Вот проблемы с пенальти вообще очень жесткие у Колоса. Мелько, Богданов, Антюк сегодня играл в основном составе. Кастышин и Хлебас. Хлебас сегодня заменил Лысенко. Очень плохо Хлебас играет, ребята. И теперь видно, почему он все-таки ушел с Десны. Потому что, ну, честно, как-то или он утратил вообще все возможности для того, чтобы развиваться, или же пока не может найти свою команду. Я не знаю, что о нем сказать. Если брать состав Ворскла, здесь опять же ничего не поменялось. Все та же Ворскла. В принципе, Альюн, Яворский, Чесноков. Единственное, что не играл Пердута, наверное, это главная потеря. Правый защитник Ворскла. А так, то все на месте. И Пуслин, Искляры, Тили, Кула, Степанюки, Канэ, Якубу. Все есть. Все в составчике. Все как бы нормально у Ворсклы. Одна потеря только. Хотя у Колоса, я считаю, более существенная потеря. Опять же, первый тайм мы с вами разобрали. Там ничего, в принципе, не происходило. Как и в матче Мариуполь-Рух, можно сказать. Тоже просто матч мертвый был. Но все изменилось сразу же после перерыва. Потому что Кастышин сразу забил после передачи Богданова. И это оживило игру. Кастышин забил, где действительно Ворскла очень неуверенно сыграла в обороне. Они не ожидали, наверное, такого быстрого гола. Вот. И, в принципе, после этого я не увидел никакой реакции. После пропущенного гола я думал, ну окей, Колос, конечно, забил. Но Ворскла все-таки понимает, что если Колос выиграет, то Ворскла, скажем так, уже не будет фаворитом. Уже не будет фаворитом за борьбу, за четвертое место. Действительно. И если Колос выиграет, то это существенно снизит шансы Ворсклы, да. И теперь, теперь им нужно было идти вперед. Но они этого особо не делали. Пошли замены. Потом у Колоса Исаенко вышел вместо Хлебаса, который сегодня плохо сыграл. Смирный вместо Антюха вышел у Колоса. И, в принципе, потом Колоса заработал еще и пенальти, которые не реализовал Чурко. Потащил вратарь, но Чурко сыграл на добивание. Добил этот мяч и забил второй гол. 2-0 стал счет. И опять Яворский привозит. Уже который раз Яворский привозит очень серьезно. В Ворскле действительно они стабильные защитники. Есть проблемы, конечно, в обороне. Третий гол прилетел уже от безысходности, потому что в Ворскле ничего не получалось. Выходил и Луизао, и Кравчук, и Челядин вышли. Но это не те футболисты, которые, в принципе, могут усилить. Конечно, у Ворскле тоже есть небольшие проблемы с составом, с резервом. Хотя резерв я не считаю, что у них хуже, допустим, чем у того же Колоса, да? Который тоже потерял некоторых футболистов. Но Колос выглядел реально в два разных тайма. Но все равно Колос заслужил эту победу. Ворскле ничего не создав практически в этом матче. Проигрывает 3-0. Ну, это как-то досадно. Очень досадно для Ворскла. Тем более те результаты, которые они показывали. Две победы подряд теперь поражение. Ну, и в итоге Колос уже забил третий гол. Практически затолкали. Там Смирный уже затолкал ворота. Потому что действительно так выглядело, что Ворскла уже не хотела бороться за результат. Да и было поздно. На 87-й забили футболист из Ковалевки. Сделал счет 3-0. Опять же, без шансов. Ну, не знаю. Такие, знаете, однобокие матчи. Вот три матча подряд реально в одну калитку. И, знаете, команды же равны. Если посмотреть, даже тот Мариуполь-Рух равны же команды. Но там хоть есть оправдание. Здесь оправдания никакого нет. Нужно было играть. Ворскла не сыграла. И Ворскла сейчас рискует потерять свое четвертое место. И это довольно серьезно. Следующий матч, ребята. Львов-Десна. И здесь небольшая сенсация. Потому что Львов этими сенсациями, наверное, питается. Подпитывается как-то. Потому что обыграть Шахтера, обыграть Десну. Действительно, у них сейчас победная серия из трех побед. Молодцы. И поздравляю, конечно, эту команду. Но у Десны сейчас проблемы будут. Потому что им нужно бороться за Еврокубки. За четвертое место. Тем более на фоне того, что Ворскла теряет очки. Колос был сзади. Теперь окажется спереди. Вот так вот все быстро меняется за один тур. Почему же Десна проиграла? Опять не было Татавицкого. Давайте плавно по составам пройдемся. Если брать Львов, то здесь все те же ребята. То есть Альваро. Альваро играл сегодня Ренан. Играл сегодня Эрнестр, Романюк. Долгий чряк. Да, сегодня не играл у нас Нейч в нападении. Именно поэтому вышел Ренан вместо него. И, в принципе, сделал результат сегодня победный. Если брать Десну, не играет опять Будковский. А на секундочку у Будковского 7 мячей. Он один из лучших бомондиров. Десны не играл опять Татавицкий. Татавицкий, он лучший бомондир Десны. У него 9 голов. Не играли 2 игрока, которые, в принципе, делали результат до этого. И это, конечно, серьезно. Играл Безбородькова так. И Гуцуляк играл сегодня, который не забил пенальти. Это, конечно, очень плохо. Картушов, который плохой матч проводит. Постоянно от него отскакивает мячи. Слишком далеко мяч отпускает. Ну, короче говоря, не идет игра. Калитвинцев вернулся. Но, опять же, видно, что он пока не в форме особо. Мостовой слева играл тоже довольно плохой. То есть, вся Десна сегодня очень плохо действительно сыграла. Если смотреть на результат, он не такой плачевный. Даже если смотреть, да, сравнить матч Кула с Ворсла. Не такой плачевный. Но первый тайм, ребята. Да, владение было за Десной. Но по статистике, если смотреть по ударам, то Львов действительно выглядел внушительно. И они больше выходили в контратаке. Они больше, знаете, создавали опасность у чужих ворот. И у них целых 8 ударов за первый тайм 3 в створ. А если брать Десну, то у них только 2 удара 0 в створ. И это большая проблема, когда у команды действительно нет ничего противопоставить сопернику, который неплохо выбегает в контратаке. Но стоит отметить и бессмертного тренера Львова, который вот смог за короткое время построить неплохую оборону. Потому что до этого Львов очень много пропускал. Действительно, большие проблемы были в обороне. У них в атаке то неплохо все получалось и до бессмертного. Но вот в обороне, понимаете, в чем вопрос? Из-за этой обороны они очень много теряли очков. Вот сегодня, наконец-то, мы видим Львов, который может больше настроиться на игру. И более сбалансирован. Потому что у них атака, ну, слишком была, знаете, выше, чем оборона. А сейчас уже, ну, более-менее равноценно хотя бы это смотрится. И можно за счет обороны даже играть. И первый тайм шел к тому, что результат должен был закончиться 0-0. Если бы не гол Ренана. Львов в этом эпизоде просто выбежали в контратаку. За счет товарища Альвара, за счет Ренана, за счет Эрнеста, который тоже помог забить. В принципе, они разыграли очень такая классная многоходовочка. Сыграли, скажем так, сообразили на троих. И раскатали оборону Диснея, ребята. Которая уже выглядит не такой и, знаете, непроходимой. То есть не такой уж стеной выглядит Дисна сзади. Потому что действительно Львов почувствовал, что можно разрывать. Еще до гола у Львова были неплохие шансы забить. У них были неплохие выпады. Но вот именно этот выпад очень классно они разыграли. Тем более Ренан в штрафной зоне разобрался. Обыграл вратаря и уже практически в пустые ворота добивал мяч в сетку. Поэтому 1-0. Они шли с психологическим преимуществом. Это раз. Они шли с результативным преимуществом. И, конечно, они понимали, что нужно держать, наверное, этот результат. Играть уже точно вторым номером. И на контратаках. Как они и играли, в принципе. Но уже более явно. После первого сразу же двойная замена от главного тренера Дисны. Безбородика уходит. Мостовой уходит. Который очень плохой. Первый там выдали Дегтярев. Вышел в нападение. Сухоцкий на левый фланг. Но это ничего не дало. В принципе, у Дисны особых моментов и не было. В принципе, да, они создавали. Они больше владели мячом. Больше били. Но это связано с тем, что Львов уже играл явно вторым номером. Явно они больше оборонялись, чем думали его атаки. И это было понятно. Единственный момент, который у них был. Это вот пенальти Гуцуляка. Который там был. И который нужно было забивать. Тем более, при том, что и так игра особо не идет в атаке. У тебя есть вот этот пенальти, который ты можешь забить. И, ну, хотя бы ничью выжать. А то, возможно, на каких-то морально-волевых вырвать победу у Львова. Нет же, Гуцуляк не забивает пенальти. Тут нужно отдать должное, конечно, вратарю, который потащил пеночку и перевел уже на угловой. Но и нужно не отдать должное Гуцуляку, который плохо его пробил. Ну и вратаря можно ответить. Но все равно очень слабый был удар. И Гуцуляк безответственно, конечно, пробил. Вот пенальти, который в этом туре забил Юрченко, которому мы скоро перейдем. Да, вот эта пеночка. Вот так нужно реализовывать пенальти. Без шансов для вратаря в девятку. А здесь удар чисто в уголочек нижний. Очень предсказуемый. И вратарь, конечно, потащил. После этого, понятно, психология вдвойне снизилась. У Дисны уже как бы было тяжело. Потом уже стеной Львов стоял. Там и красная в конце матча Яким Цю была. Но это уже не решало ничего. Дисна все равно проиграла. И Дисна проиграла, я считаю, заслуженно. Потому что организация сегодня бьет класс. Львов в реальном организовании сыграл сзади. Очень неплохо они выбегали в контратаке. Забили свой момент. И просто отсиделись, в принципе, даже имея моменты еще во втором тайме. Два неплохих момента у них было. Но в общем и целом Дисна, опять же, присоединяется больше к Ворскле. Которая разочаровывает в этом 23 туре. Не скажу, что это был однобокий матч. Но Львов заслужил. Действительно, у нас практически все матчи. Где я бы не сказал, что результаты не заслуженные. Здесь заслуженная победа Львова. Как бы это прискорбно не звучало для болельщиков Дисны, ребят. Тут нужно как бы задуматься. Потому что борьба у нас намечается за четвертое место очень жестокая. Там и Колос, там и Ворскла, там даже Дисна. Которая еще остается в этой борьбе. Поэтому нас ждет интереснейшие 23 тура, которые остались. Следующий матч, ребята, Заря-Олимпик. Где тоже, в принципе, в первом тайме была довольно равная игра. Но не по результату. Все равно здесь все-таки Заря выиграла свои два тайма практически. Хотя нет, второй тайм сыграли 1-1. Первые 1-0 в пользу Зари. Давайте по составам. Разберемся, что у Зари сегодня было интересного. Сегодня не играл Шахаб в основном составе. Был Гладкий и Сайдманеш в атаке. В центре поля был Назарин, Акабаев, Кочергин, Юрченко. Они менялись, конечно, как всегда, Ром. В Вернедуб, Абухана. Абухана возвращается в состав. Жунинио, Фаворов и Василь в воротах. Здесь в Зари ничего не меняется. Небольшая ротация только в атаке спереди. Небольшие изменения все-таки есть. Что касаемо Олимпика. Ну, у них тоже, в принципе, никаких, скажем так, потерь нет. Экра возвращается в основном составе. Драме, Задько. Центр обороны, как всегда. Пасич, Лебеденко, Кичак в воротах. Максим Тейшера, Бенито и Инкенг в атаке. Плюс Бабенко в центре поля опытнейший игрок. Вот. И Олимпик довольно неплохо начал этот матч. То есть первые 10 минут не было видно, что Заря как бы особый фаворит. Но, если бы не эпизод с пенальти, который забил Юрченко. Вот, я говорю, вот так вот нужно забивать пенальти. Вот так вот уверенно в девятку и без шансов для вратаря. Который вообще не смог бы потащить такую пеночку. Действительно, уверенно Заря вышла вперед. Здесь ему, возможно, потфортило с этой пенкой. Ну и первый тайм закончился с небольшим, но все же перевесом в пользу Зари. И по моментам, по ударам. 4 удара у Зари было. 2 удара только у Олимпика. В створ 2-0 в пользу Зари. То есть, в принципе, мы можем понимать, что Заря играла действительно здесь чуть лучше. И я смотрел полностью первый тайм. Не смотрел полностью второй, но голы видел. Второй тайм я не видел. Начало. Я знаю, что Каргбо вышел в начале матча. Вот вижу, да. И Талос вышел вместо игра, который уже второй матч подряд показывает очень плохую игру. Вот. Вышел Каргбо, который забил пенальти. Опять же, сегодня 2 пенальти, которые были забиты. Забил Юрченко и забил Каргбо. Тоже довольно уверенно. Он вышел, забил пеночку. И сравнял счет, где, в принципе, не особо вытекалась итога. Потому что Заря вот второй тайм реально задавила. Олимпик очень сильно задавила. И по владению, и по моментам. То есть, действительно, здесь два разных тайма. Заря все-таки первого и второго тайма. Две разные команды. Потому что Заря во втором тайме больше добавил. Ну, конечно, за счет того, что... Они играли, ну, минут 20, наверное, в 1-1. Это было ничем не счет. И им нужно было идти вперед. Вышел Шахаб. Зейхедика, которому потребовалось буквально 5 минут для того, чтобы отличиться. Неплохая комбинация. Передача Лунева. И практически, ну, знаете, в касание пробивал Шахаб. В дальний угол. Очень классно. Бильярдный Галешник. И 2-1 для Зари. Победный счет. Потом вышел Иванисени, который в последние матчи очень плохо играет. И, конечно, именно поэтому небольшая ротация. Он сегодня не был в основном составе. Ну, в Олимпика моментов никаких не было, ребят. Чтобы забить второй гол. Заря полностью переиграла, я считаю, во втором тайме Олимпик. Олимпик жаль. Потому что они проигрывают уже 9 матчей. И из 10, если брать. Да, и действительно очень тяжело теперь донастроить команду. Потому что состав вроде неплохой. А им нужно еще раз играть с этой Зарей. Потому что принесенный матч будет. И поэтому, конечно, тут не везет. Но последние три тура у них довольно легкие будут. Поэтому я жду от Литвинцева и его команды результата. Потому что по составу, если мы посмотрим, там серьезный коллектив в атаке как минимум. Ну и оборона неплохая. Есть Политилу опытный. Есть игроки. Бабенко опытный футболист. Максим Тейшера, Бенито, Каргбов. Это хорошие арендованные футболисты, ребят. Не в каждой команде такие есть. Я был бы уверен, если бы отдать, допустим, того же Бенито и Каргбов, Мена или Ингулест. То эти команды выглядели бы на фоне своих соперников уже неплохо в атаке. Поэтому они имеют неплохую атакующую мощь. Но они пока что не умеют этим пользоваться. И, конечно, календарь. Плюс теряет очки там, где не нужно. Ну, вот реально жаль для Олимпи, который старается, но проигрывает. Вот где-то минимально, где-то реально им чего-то не хватает. А Заря зарабатывает три очка. И Заря вклинилась по факту в борьбу за второе место, ребят. Здесь, я думаю, вопросов нет. Потому что у них одна игра в запасе. Шахтер проиграл. Сейчас бери еще одни три очка с Олимпиком. И у тебя уже 44, а у Шахтера 45. И тут одно очко всякое может быть. Поэтому Зарю с победой развязка нас ждет знатная. Как внизу таблицы, так и в борьбе за второе место. Ну, чемпионский матч, ребят. Это Динамо Кивин Гулес, который, ну, назвать борьбой за чемпионство сложно. Потому что никто не борется с Динамо. А Шахтер просто сам сливает там матчи. Плюс Динамо проигрывает точную встречу, да, ответную. Ну, и Ингулец не особо боролся за свой результат. За свое место под солнцем, да. Для того, чтобы остаться в премьер-лиге. Они не особо боролись сегодня. И вот комментарии, которые писали. Вот подписчик с ником Микки Маус. То, что, в принципе, Ингулец это некие аниматоры. Которые приехали сделать праздник для Динамо. И просто, как бы, оступились. Оступились, скажем так, киевскому Динамо. Для того, чтобы они, вот, досрочно уже выиграли чемпионство за три тура до конца. И действительно, Ингулец выглядел как те аниматоры. Которые, ну, просто приехали сделать Динамо праздник. И у них получилось. Они за весь матч, ребята, два удара только сделали. По удару за тайм. В принципе, нормально. Задачу свою выполнили. И Ингулец, конечно, очень слабая команда. Это уровень первой лиги, как и Мэнай. Я уже это говорил. У Динамо идеально все было, я считаю. В атаке просто сумасшедшая мощь. 15 удара, 12 в створ. Ну, класс, класс. Действительно, все. Это реально эталонный футбол Динамо. Я понимаю, что это Ингулец. Но все равно очень-очень видно, что команда очень хорошо знала, что это за матч. И они были готовы. И они не расслаблялись. Они не смотрели, что, как бы, даже если они не выиграют, то они все равно возьмут чемпионство в другом матче. Они хотели сегодня решить задачу, чтобы уже готовиться к финалу Кубка против Зари. И они это сделали уже практически сразу на четвертой минуте. Просто после идеальной передачи Депены, который, ну, просто выдает шикарный, я считаю, матч. И везде раздает, отдает. Молодец. Реально, Депена выпускался, наверное, из-за этого в основном составе. Потому что, ну, Родриго все-таки не тот футболист, который будет давать такие передачи. Депена отдает на Забарнова. Тот замыкает на дальней штанге. Но тут к вратарю вопросы пропустил между ног. Я считаю, должен был брать в руки здесь. Ну, и Забарнов забивает первый гол за Динамо Кип. Тоже тут поздравляем. Потом же, буквально через 10 минут, забивает свой гол Беседин после передачи Шапаренко. Беседин плечом забил гол, кстати. Ну, как и подобает нападающему штрафной зоны. Ну, и, в принципе, Беседин, который любит такие голы выгрызать. Просто там заносить его любыми частями тела. Но главное, чтобы забить гол, Беседин это умеет. Ну, и, в принципе, 2-0. Я уже после этого сказал, что можете выключать матч. Вот, выключайте. Включайте на 90-е, когда матч закончится. И смотрите награждение. Потому что, ну, здесь вы ничего не увидите. Здесь Ингулец, это просто ребята, которые сделали праздник сегодня киевскому Динамо. И я не скажу, что они сдали матч. Нет, это просто их уровень. Я не говорю, что это был куплен матч. Все, сурки все купил. Нет, ребят, Ингулец это их уровень. Динамо просто настроилась и выиграла. Вот и все. Здесь нет никаких, знаете, подводных камней и тому подобное. И еще один момент, что я хотел бы перед рассуждением, почему Динамо взял чемпионство. Цыганков, наконец-то, набирает форму перед Евро. Это очень важно. Потому что нам нужен Цыганков, который в форме. И Цыганков сегодня сделал дубль. Было сразу после первого тайма очень много замен. Вышел Андреевский, Каравай. Вышли вместо Шапаренко, Кензеры. То есть, небольшая ротация. Шепли вместо Сидорчука. И Цыганков сегодня забил два красивых гола, я считаю. Во-первых, первый гол это был его, когда уже с третьего раза добила Динамо. Там был первый удар. Сначала пробивал Цыганков. Тащит вратарь. Пробивает Буяльский. Тащит вратарь. Ну и третий уже Цыганков на добивание в ближний. Вратарь не потащил. Лежачий был. И сделал счет Цыганков 3-0. И здесь уже, конечно, все понятно. Потом положил классный дальний удар. С небольшим рикоршетом с передачи Беседина. Но все же положил классно. Штанги. 4-0. Ну и в конце Попов забил тоже с навеса, опять же, Цыганкова. Который 2-1 сегодня делает. И Цыганков приближается к кулачу. Это мы еще позже рассмотрим. Так вот, по игре здесь нечего сказать. Составы я не собираюсь здесь рассматривать. Динамо выставил основной силой состав. Они выиграли. Ингулец, в принципе, там тоже ничего не менял. Единственное, что не играл, это Сеченава в основном составе. Если поговорить о чемпионстве, ребят. Заслуженное, незаслуженное. Мы проводили голосование в нашем сообществе YouTube. Где я задал вопрос вам, подписчикам. Кто для вас Луческу в Киевском Динамо? И тут я дал три варианта ребятам. Молодец, вывел команду в ЛЧ. Достойно выступили в Лиге Европы. Плюс сделал чемпионами Динамо Киев за один первый сезон без трансферов. 70% проголосовали именно за этот вариант. Я думаю, в принципе, многие согласятся. Потому что это unbelievable просто для Динамо Киева, для Луческу. За первый сезон с таким составом сделать чемпионство. Ну, это супер. 23% проголосовали неплохо. Но нужны трансферы и избавиться от балласта. И 7% в Луческу тут тебе не рады. Уходи. Это те ребята, наверное, которые, в принципе, заодно с Ультрас. И считают, что Луческу это враг для Динамо. И что ему тут реально не рад. Вот. Ну, большинство, конечно же, поддерживают Луческу. И, в принципе, он это сказал, ребят. Я вот поддерживаю 70% этих людей. Потому что все-таки, ну, посудите сами. Перед тем, как пришел Луческу, мы даже не задумывались о том, что это может произойти. Это действительно было для нас просто как другой мир какой-то. Иной мир у нас случился. Когда Луческу перешел в Динамо Киев. Когда мы увидели фотографию, где, значит, Суркис жмет руку Луческу. И действительно, мы поняли уже, что это реально. Вот. После этого мы думали, что если пришел Луческу, значит, нужны ему бразильцы трансферы какие-то. И потому что, ну, Луческу это серьезный тренер. Он привык работать с серьезными футболистами. Каких игроков им покупал Шахтер. Он работал в Зените, которого там немеря на бабла. Он работал в Турции, да. У него всегда были серьезные игроки. Я имею в виду серьезный набор футболистов и трансферов. Ну, в этом сезоне, ни в летнее трансферное клоно, когда он пришел. Ни в зимнее трансферное клоно. Ни одного практически трансфера. Единственное, что вернулись арендованные, да. Взяли Клейтон, а то там бесплатно. Взяли, то есть вернули Сид Клея. Взяли в аренду Белуца, который там вообще... Что это вообще? Верните его обратно. То есть, трансфером не было сделано. И он из той команды, которая вот сейчас есть. Которая была три года назад. В принципе, ничего не поменялось. Из той же команды просто сделал более организованную оборону. Действительно, сплотил коллектив. И показал ребятам, что да, мы можем показывать не самый красивый футбол. Но для нас главный результат и попадание в Лигу Чемпионов. Если мы попадаем в Лигу Чемпионов, это финансы. А если финансы, то это новые трансферы. Поэтому Луческо, конечно, действовал именно так. Он максимально упростил игру. Он максимально дал результат команде. В Лиге Чемпионов, конечно, это не сработало. Там как бы очень серьезные соперники. В Лиге Европы попали на сильный Вильяреал, который это доказывает. В Лиге Европы в полуфинале сейчас. А в Чемпионате они попали на слабый Шахтер, который со своими проблемами. Но в этом, конечно же, Динамо не виновата. Тут уже проблемы только Шахтера, что они так слабо на фоне Динамо сыграли этот сезон. Динамо просто очень стабильно выдало весь отрезок чемпионата. Они не теряли очки, там дотирал очки Шахтер. Они теряли очки два раза с Александреей. Первый матч они сыграли в ничью 1-1. Потом они вот проиграли 2-0. Плюс они теряли очки со Львовом, теряли очки с Зарей, теряли с тем же Динамо. То есть действительно очень много потерь очков было у Шахтера. Поэтому, конечно, заслуженное чемпионство, ребят. О чем здесь говорить? Здесь без шансов и плюс 13 очков. Это много, мне кажется. Слишком много, да, Шахтер? Поэтому здесь о Динамо, о игре, ну, нечего сказать. Здесь чисто заслуженное чемпионство. И то, что Луческу это сделал, это 100% успех. Это феноменальный успех. Поэтому я здесь могу только поздравить болельщиков Динамо. Если вы считаете иначе, возможно, или у вас другое мнение, пишите, как вам чемпионство. И пишите свое мнение по этому чемпионству Динамо-Киев в комментарии. Пишите, какие бы позиции вы хотели усилить в киевском Динамо. И, возможно, какие-то варианты футболиста вам нравятся. Пишите в комментарии, будет интересно почитать. Следующий и последний матч, ребята, это Александрия Шахтер. Который Шахтер проигрывает 2-0. Против Александрии. Которая и так уже ничего не нужно. Которая вообще там меняет газону. Которая непонятно, что будет Шараном. Которая уже готовится. Он сам в интервью сказал, что, в принципе, все будет решать президент. Перед которым у него была задача выйти в Еврокубки. Да, он этого не сделал и уже не сделает. Кубок проиграли, я имею в виду, в полуфинале. Да, проиграли Заре. И Шахтер вышел с Александрией. Которая отыграла 120 минут против Зари. Которая отыграла пенальти. Которая была уставшая. Шахтер вышел против этой команды. Которая непонятная ситуация с тренером. Которая проигрывает 5 матчей подряд. Значит, которая, ну, вообще сейчас очень слабо выглядит. У них Ситал отравмирован. Шаран в нападении. Да, сегодня Шастал играл. Кстати, лучший матч. Что и отметил, кстати, Шаран после матча. Что Шастал выдал свой лучший матч. Это фантастика. На фоне от Александрии Шахтер выглядел слабее. Два тайма проиграли они Александрии. Они весь матч по факту проиграли от Александрии. Это заслуженная победа Александрии. И этим и шокирует нас всех. Как минимум болельщиков Шахтера, которые ожидали все-таки получить хоть какие-то ответы. Но какие мы ответы в итоге получили от Каштру? Давайте посмотрим просто в состав. Окей. Да, у Шахтера были проблемы по ходу матча. Это понятно. И давайте сейчас в состав. Вот Бондарь играл, который травмировался. Да, Хочелава, значит, играл сегодня в основном составе. Додо, Сиприано, Антонио, Степаненко, Соломон, Марлос, Тета и Дентиньо. Которого я не особо хотел бы видеть в основном составе. Потому что, ребят, ну, человек, который играет уже 10 лет или сколько там он уже в Шахтере. Постоянно игрок замены. Постоянно травмированный. Играет раз в 5 лет против Реала и все. Забивает только Реалу. Больше нигде он не полезен. Он бесполезный сыграл матч. Дентиньо бесполезный форвард. Конечно, потеря Морайса это главный фактор, наверное, в том, что Шахтер слабовато играет в атаке. Но не в Морайсе дело. Морайс никогда не тащил Шахтер. Морайс никогда не создавал сам для команды моменты. Да, он мог это сделать в определенный момент в лучшей своей форме. Но, в общем, всегда в Шахтере создавали другие ребята, которые на флангах находятся, которые в центре поля находятся. Но Тайсон ушел. Морайс травма. Значит, слева непонятно играет Сиприано. Там Исмаил еще не восстановился. Матвиенко вообще сегодня был вне заявки. То есть, Корнеенко, да, уже вернулся. Это в плюс. Случился неприятный, конечно, эпизод сначала. Да, значит, травма Бондаря. И у Шахтера было 4 игрока, заявленных украинца. И, конечно же, по лимиту нужно было кого-то менять. И понятно, что Бондарь ушел. Витау вышел. Значит, нужен украинец. Еще один, потому что остается 3. Выпускает Болбота вместо Додо. И Каштруй об этой ситуации говорил, что после матча в комментарии он сказал, что у нас был выбор менять в этой ситуации либо Сиприану, либо Додо. Но так как Додо жаловался еще перед началом матча, что у него какие-то есть проблемы с мышцами, да, небольшие. То они решили все-таки поберечь Додо и выпустили Болбота вместо него. И да, это можно сказать, что потеря потенциала, особенно на правой фланге, когда Додо всегда умеет создавать, да, врываться в штрафные зоны. Когда он всегда подключается к атакам. Витау вышел вместо Бондаря. Но я не считаю это главным фактором потери. Потому что Каштруй, он не сказал, что он виноват. Он сказал, что у нас есть проблемы с составом. У нас очень много ветеранов и молодых игроков. У нас нет баланса. Вот что он говорил. Он не сказал, что он виноват, что он где-то недонастроен, что игроки уже не хотят играть за этого тренера. Что, в принципе, он дорабатывает контракт. Он, конечно, этого не скажет. Он будет философствовать, говорить, что там что-то где-то есть. Но я здесь ни при чем, как бы. Я дал установку, а не пусть играть. И я где-то, возможно, с ним согласен. Да, потому что, ну, как бы. В любом случае, тренер, он дает установку. Он устанавливает схему. Он, в принципе, говорит, как команда должна играть. Но все равно исполняет футболист. Футболисты, которые, в принципе, играют уже сами за себя. Это было видно. Шахтер не играл вообще за... Ни за что. Я не знаю. Это была такая вялая игра. Да, начало матча было неплохое у Шахтера. Первые 10-15 минут Шахтер даже выглядел неплохо. И я понимал, что... Ну, вот Шахтер, наконец-то, возможно, сегодня возьмет 3 очка. Ну, этого не случилось, ребята. Они не взяли 3 очка. Они пропустили. Можно сравнить ситуации, как и Львов забил Десне. Также на 44-й минуте был пенальти. Там была рука у Тета. Проверили Вар. И, в принципе, Вар показал, что действительно Тета играл рукой. Значит, став пенальти. Поставили пеночку. Гречишкин подходит к мячу. Бьет поворотом. Разрывает сетку. В прямом смысле этого слова. Он порвал сетку своим ударом в дальний угол. И все. В нижний угол. Уголочек. Забивает гол 1-0 в пользу Александрии. Психологический перевес. Гол в раздевалку. Это, конечно же, все в пользу Александрии. И Шахтер уже проигрывает. Да, с пенальти пропустили, но Шахтер проигрывает. И вообще, ребят, вот Тета. Что это за футболист в последних трех матчах, которые за 15 миллионов его купили, да? Где его игра? Я не вижу потенциала в нем. Он какие-то бездумные действия делает. Мало того, что он не играет уже 3 матча подряд, да еще и пенальти привозит. Зачем такой футболист вообще? Поставьте Мудрака, пусть играет. У него больше желания будет играть за этот клуб, ребят. Я понимаю, что вы купили ее за 15 лямов. Его нужно как-то продавать. Нужно его ставить. Но я думаю, что Мудрик здесь бы сыграл не хуже, чем Тета. И можно было бы его как-то интегрировать в состав. Но в первую никаких замен не было у Шахтера. Шахтер вышел тем же составом. У Александрии наоборот вышел Третьяков вместо Вантуха. Добавил активность и Третьяков довольно неплохо вышел. Но, ребят, у Шахтера опять же во втором тайме ни одного конкретного момента. Вообще конкретики 0. И за весь матч у Шахтера 6 ударов, 5 в створ. Да, вроде бы кучность ударов неплохая, но 6 ударов для Шахтера. В то время, когда у Александрии 9, в створ 6 Александрия перебила Шахту. Александрия перевладела Шахтер во втором тайме. 66 на 34 было владение мечом у Александрии. Во втором тайме. Это как вообще понимать? Это вообще нереально. То есть, Шахтер вышел на второй тайм, так же, как и на первый. Они думали, что шьет 0-0, наверное. А Александрия забивает второй. Да, там был спор, что вроде как при передаче, при начале этого эпизода был офсайт. Но там очень на тоненького. И, в принципе, даже если он там и был, но скорее его там не было, даже если он там и был, это не главная причина поражения. Потому что главная причина поражения, это то, что Шахтер не готов вообще играть дальше в чемпионате. Я не знаю, как они будут бороться за второе место с Зарей, да, как они будут дальше побеждать. Но с тем составом, который есть, с тем тренером, который есть, значит, Каштру это явно отрабатывает зарплату. Мы тоже проводили голосование, опрос, где спрашивали, что же делать Шахтеру, да, что делать Шахтеру из Каштру. Большинство проголосовали, что нужно, значит, увольнять Каштру в любом случае, да, и ставить Дарью Сырну. За этот вариант больше проголосовал. Ну и был еще вариант уволить Каштру и, значит, назначить тренера не португальца, то есть, возможно, Дедзарби, кстати, итальянец, да, о котором уже многие говорят, что он уже готов подписать контракт вроде как, но я думаю, если это и произойдет, то уже после 26-го тура чемпионата Украины. Ну, также варианты были оставить Каштру, да, и вариант уволить Палкина и поменять вектор развития, за который тоже очень много ребят проголосовало. Вот, интересный момент, кстати, да. Как вы думаете по этому поводу, ребята, которые не голосовали, напишите в комментарии, вот что, что больше нужно Шахтеру сейчас, менять реально тренера, ставить, возможно, еще какого-то португальца или Дедзарби, допустим, итальянца, или же проблема стоит уже в руководстве, где уже как бы тоже потенциала нету, где руководство не знает, как дальше двигаться, где вот эта философия, которая годами ставилась в участку, она не работает без него. Вот напишите, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу. Часл забил свой гол, и после этого у Шахтера вышел Судаков, Фернандо, Корниенко, которые ничего не дали, вообще ничего, вообще Шахтер никак не играл. Без шансов проиграть, Александр, я даже не досмотрел матч, я просто выключил на 88-й минуте, потому что я такого Шахтера не видел никогда. Я видел сезоны, когда Динамо брали чемпионство, но Шахтер никогда так не играл плохо. То есть, тем более против команды, которая сыграла в кубке 120 минут недавно, которая и так проблемой 5 матчей проигрывает. И они уже ни за что не борются, что самое главное, да? А Шахтер же борется, у них есть же второе место, которое еще не стопроцентное, а уже тем более не стопроцентное. Это разочарование года, ребят, потому что такого слабого Шахтера я не видел никогда. Никогда. Вот действительно, или философия исчерпала себя, или же все-таки Каштру не держит вообще никакой ситуации, не понимает ситуации, которая сейчас происходит в раздевалке и вообще в Шахтере. Это большие проблемы, конечно, для Шахты сейчас будут. И... Ну, многие нужно менять. Я думаю, что Шахтер по-любому уволит Каштру, но уже после 26-го тура, после конца чемпионата, и поставить нового тренера. Я думаю, что вряд ли будут изменения, конечно, в руководстве. Это из власти фантастики. Поставить нового тренера, но Шахтеру нужно сейчас продавать. Как же... Так же, как и Динамо. Здесь у Динамо все равно, даже если они выиграли чемпионство, у них тоже ничего не меняется, им тоже нужно продавать. И покупать новых футболистов, как и Шахтеру. Продавать тех игроков, которые бесполезные, балласт, и покупать опять новых. Но... Прикол в том, что Шахтер вложился два года назад, но пока никого он не продал. И вряд ли кто-то захочет их купить после этого провального сезона. Нужно было продавать Додо, Тетэ, Соломона, когда на них был спрос. Возможно, Соломона и Додо еще можно продать, но такого Тетэ вы никуда не продадите пока что. И то, за Соломона и Тетэ уже не будут давать, как давали 30 лямов или 40. За них уже попросят меньше 20, потому что, ну, как бы, вы вообще, как бы, не чемпионы. Вы ели там боретесь. Зарюсь за второе место. И... То, что вы обыграли Реал Мадрид два раза, ну, как бы, Реал Мадрид тогда был в униформе. И вам повезло. Поэтому... Ну, не знаю. У Каштру, конечно, будет оправдание, что он обыграл Реал Мадрид два раза, сыграл с Интером ничью два раза. Но Каштру потерял контроль над командой. Он вообще не понимает, что происходит. И просто пытается какие-то отмазки находить в коллективе. Да, возможно, они, конечно, есть проблемы в коллективе. Они и есть по-любому. Но уже ничего не поменять. Шахтер проиграл чемпионство. Заслуженно проиграл чемпионство. Динамо заслуженно стало чемпионом. Поэтому у Шахтера борьба впереди. Зарюсь за второе место. Таблица, ребята. Шахтер занимает сейчас второе место. 45 очков. Потому что здесь самый главный акцент именно на этом. Вот если Заря обыгрывает своего соперника в перенесенном матче, зарабатывает три очка, уже 44. И, как видите, будет 44-45. Это очень близко. Ну, у Динамо мы знаем 58 чемпионов. Их не трогаем уже. В принципе, их здесь нет. Таблица начинается с второго места, можно сказать. Значит, потом идет Куала, с которого 37. Ворска 37. Десна 36. Вот здесь борьба будет между трема клубами за путевку в Лигу Европы. За четвертое место. Это, конечно, очень существенно. И это очень-очень важный момент для них. Потом идет уже никому не нужные команды в плане результата. Потому что вряд ли они смогут за что-то уже побороться за три тура. Да, и какие-то теоретические шансы там остаются. Но это... Я в это не верю. Александрия Днепр 1. Это хорошие команды, которые смогут навязать борьбу в следующем сезоне. Вот тем, которые сейчас находятся в верхней шестерке. Ну и внизу самое интересное. Львов уходит. Я считаю, Львов уже обезопасил себя от вылета. Это 100%. Даже Мариуполь так уверенно себя не чувствует, как Львов. Поэтому Львов поздравляем. Конечно, Бессмертный красава сделал команду буквально за пару туров. Мариуполь 22 очка. Ну и главная борьба, понятно, там Олимпик Менай. Олимпика вообще там календарь очень легкий. Будет Ингулец, Рух и Менай. У них три матча, будет три тура именно таких. Поэтому у Олимпика все карты в руках так же, и за второе и третье. Это будет классно. Посмотрим еще три последних тура. Давайте сейчас рассмотрим, что нас ждет в 24-м. Олимпик Ингулец. Тот матч, который я говорил, что действительно очень много решается для обеих команд. И тут шанс у Олимпика, конечно же, взять три очка и оставить Мена 1 на 1 с собой. Там внизу турнирная таблица. Но посмотрим, как оно все будет. Потому что Ингулец тоже непростая команда. Они это показали. Мариуполь-Львов. Матч, в котором, в принципе, скажем так, думаю, здесь ничья их устроит. И я делаю ставку на этот матч ничья. Пишите, кстати, прогнозы по 24-му туру. И ваши прогнозы, если угадаете там большинство матчей, то ваш комментарий попадет на следующий тур. Следующий обзор тура. Следующий матч Рух Александрия, где Александрии ничего не нужно. Руху нужно зарабатывать очки. Здесь, понятно, борьба все-таки у них идет за выживание. Дисней Колос. Я бы сказал, это матч тура, потому что действительно борьба за Еврокубки, все дела. И тут обеим командам нужные очки. Тут будет заруба сумасшедшая. Я надеюсь, что будет в равных составах. Вернется Татавицкий, вернется, надеюсь, что и Будковский. И вот посмотрим на Дисну уже против Колоса. Это очень интересная игра. Заря Мэнай. Здесь, я думаю, что однобокий матч в пользу Зари. Ну и тем более, что Шахтер играет с Аскадния Парадин. И там будет не складка, потому что Аскадния Парадин любит попортить нервы Шахтеру. Посмотрим, чем закончится эта игра. Ну и Ворска, Динамо-Киев. И здесь Ворска в борьбе за Еврокубки, конечно, везет, что Динамо, они попали на Динамо, которая не мотивирована, которая уже чемпион. И они будут, конечно, ротировать свой состав перед Кубком, наигрывать какие-то другие связи, пробовать что-то будет лучше. Поэтому в Ворске появляются небольшие и неплохие шансы. Давайте посмотрим лучших бомбардиров после 23-го тура. На первом месте пока что остается, ребята, Влад Кулач, который за 18 матчей забил 13 голов. Из них 3 с пенальти. Как видите, такой показатель самый большой у Нуриева, который забил 6 с пеночки. Ну, и Виктор Цыганков. У него 12 голов в 4 и с пенальти тоже довольно-таки много, но матчей у них одинаковое количество. Пока что Кулач выигрывает на этом показатели, но все равно вся борьба впереди. И тут очная встреча, кстати, Ворскла и Динамо-Киев и Кулач против Цыганкова. Это интересное противостояние. Дальше идут Нуриев, Шахап, который забил в этом туре, наконец-то забил, потому что уже очень давно не забивал, Ну, и ниже уже пошел Татавицкий, который травмирован, Гладкий, который начал забивать вначале, потом опять притормозил. Соломон, как видите, у Шахтера нет нападающего. Как и у Динамо. Цыганкова-то не форвард, ребят, у Динамо тоже как бы беседе нас здесь не видно. Артем Бондаренко из Мариуполя, который, ну, за счет хитрика своего позапрошлом туре 7 голов забил. Филипп Бутковский, который травмирован. И Степанюк из Ворсклы, у него тоже 7 голов. Количество матчей из всех бомбардиров, которые в этом списке имеются. Но можно отметить, что действительно у наших топ-клубов нет нападающих. Потому что ни Беседина, ни Морайса нет в этом списке топ-10 форвардов. И это, конечно же, проблемы только Динамо и Шахтера. И над этим нужно задуматься и Динамо, и Шахтеру летом приобретении новых форвардов. Это 100%, потому что в Еврокубках могут быть большие проблемы, ребят. Всем спасибо огромное за просмотр. Обязательно поставьте лайк, кому не сложно. Я буду очень благодарен. Ну и подписывайтесь на канал, если вы у нас впервые. Не забывайте заходить к нам на стримы в субботу и воскресенье, когда мы всегда смотрим чемпионат Украины, ну и Лигу Чемпионов. Обязательно заходите. Всем спасибо огромное еще раз за просмотр. И до новых встреч.